Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил следующий вопрос. Какую ответственность несут крестные за душу крестника? В нашей современной ситуации, уже много, сотен веков, детей крестят по вере их восприемников. Вам на каждом собеседовании перед крещением скажут, что вы будете до конца дней нести ответственность за воспитание ваших крестников в православии. В духе веры, благочестия, послушания родителям предполагается, что первые годы возрастания ваших восприемников вы будете просто напоминать их родителям о том, чтобы они не забывали по возможности еженедельно их причащать. Если до храма ехать очень далеко, и семейные обстоятельства сложные, или здоровье не позволяет, ну, хотя бы раз в месяц. А дальше, когда ребенок подрастет, крестные родители должны говорить с ними о их уповании, как пишет апостол Павел. Рассказывать им о Боге, о вере, не просто библейские истории пересказывать, а учить их быть с Богом. Показать им живого Христа, того, который живет в твоем сердце. И если ты только лишь формально религиозен, освещаешь куличики на Пасху и набираешь святую водичку на крещение, то ты, может быть, и дашь какую-то сумму знаний своему крестнику, но не передашь ему настоящего Бога. И потом они лет в 13-16 снимают с себя крестик и говорят, так как-то жмет он меня, да и вообще не верю я в Бога. Ты не понимаешь, родители недоумевают, и ты не понимаешь, что же происходит. Может, и в храм приводили, и причащался, и так стоял умиленно, все эти многочасовые службы выстаивал, что же произошло. Такой маленький катаклизм возникает и в наших семьях, к сожалению, когда мы детей учим просто лишь каким-то формам. И главная задача крестных родителей, родных родителей, передать ребенку это чувство постоянного пребывания перед очами Божьими. Напоминать ему о его всегдашнем присутствии в его жизни, наполнить жизни через форму содержания молитвенным, догматическим, в меру понимания ребенка и тех или иных важнейших христианских истин. К сожалению, наверное, 9 из 10 крестных родителей не имеют никакой возможности на сегодняшний день как-то влиять на духовное возрастание своих крестников. Из-за расстояний, из-за неверия родных родителей. Потому что покрестили в свое время, ну, чтобы с хорошим человеком покумываться, чтобы ребеночек не болел, чтобы ангел-хранитель у него был. Потому что живем на Руси, тут же положено быть крещеным. Совершили форму, какую-то форму, традицию и забыли. Что еще, какие-то обязанности накладывают крещение на меня, на моих детей? Да не может быть. Мы деньги заплатили, все, давай, батюшка, крести нас. И приходится сталкиваться с тем, что то атеистов берут в крещеные, приходится спрашивать, а в Бог-то верите? Верим. А в какого? Ну, Бог один, а все религии-то. Разные пути к единому Богу, отвечают крестные родители. И думаешь, так, что же дальше делать-то? Я сталкивался с ситуацией, когда мне прямо в лоб говорили, что Христос не Бог. Ну, что, батюшки, такое можете говорить-то? Поэтому так важны собеседования перед крещением для того, чтобы какие-то азы веры преподать крестным родителям, у которых бывает намного меньше, чем у родителей родных. Это вера. В поле сейчас наступил колоссальный кризис в поиске крестных родителей. Я знаю семьи, которые по три, по четыре, по семь лет не могут крестить своих детей, потому что нет ни одного воцерковленного знакомого. Просто крещеного же не хочется брать, который свечку и Богу, и дьяволу поставит, лишь бы получить желаемое материально в земной жизни. Поэтому очень сложно сейчас приходится всем, кто рождает детей и хочет их крестить как можно быстрее. Ну, разве что в глубоко циркуленных семьях эта проблема решается немножко быстрее. Что делать, если общение с родителями крестного ребенка не выходит? Более того, может быть, даже поругались. Настолько, что уже не общаетесь. Ведь вы все равно остаете с крестным родителем. Вам остается только молиться за него. В каких храмах бываете, подавайте записочки на проскомедию, на псалтирь. Когда сами молитесь, поминайте их в своих утренних, вечерних молитвах. Желайте им всего самого доброго. И если вдруг в какой-то момент к вам обратятся за помощью, покажите ее, и в этом и проявите тоже свою любовь к вашему восприемнику. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...